Конечная остановка 94-го маршрута – Институт горного лесоводства и цветоводства. Дальше маршрутка пассажиров не повезет. И женщины с сумками идут до своих домов еще минут 20. Она и ходит, потому что дороги нет. Водители автобусов знают проблемы людей, живущих в новом микрорайоне, но пока могут только посочувствовать. Проблема в том, что здесь нет подъездного пути, нам подъехать некуда, дорога в плачевном состоянии. Владельцы квартир, поселившись на отстройках, конечно, и раньше знали об отсутствии транспорта, но ждут и верят, что микрорайон со временем благоустроится. Стопроцентно заинтересованы, просто кровно заинтересованы, потому что это действительно реально тяжело ходить и обувь, и физически после работы хочется уже проехать на общественном транспорте. В этом районе уже установили новые контейнеры для мусора и остановки общественного транспорта. Правда, у института не так давно появилось несогласованное ограждение и остановочный павильон даже кто-то передвинул. Все это известно в Хосинской администрации, как и то, что эту площадку и дорогу от института до социальных домов, где жили волонтеры, должны отремонтировать в кратчайшие сроки – до Нового года. Такой подарок жителям улиц Фабрициуса Метелева пришелся бы как нельзя кстати. Все изъявили добровольное желание участвовать в восстановлении данного участка дороги. Значит, обременением от администрации будет являться дополнительно асфальтирование, восстановление участка, где на сегодняшний день, это, скажем так, пятачок, остановка 94-го маршрута. С застройщиками, а их в районе 18, глава района ведет конструктивный диалог. Построили дома, получили доход, будьте добры создать инфраструктуру. Будет дорога, продлят и 94-й маршрут. Будем проводить обследование дорожных условий сразу после окончания строительства, соблюдены ли там все требования, обязательно с участием ГИБДД, дорожного надзора. При подтверждении соответствия будем рассматривать, естественно, этот вопрос с перевозчиком, и продлевать маршрут. Главное отмечают жители работа на Чита. Найден подрядчик, собраны деньги, и уже на следующей неделе здесь начнется долгожданное восстановление дороги. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.